В Европе сейчас проблема религиозного противостояния приобретает очень серьезные рамки, очень серьезный формат. И мы сегодня попробуем поговорить, как на эту тему и разработать некие механизмы выхода из этой ситуации. Потому что Европа, Россия, Ближний Восток — это нечто единое. Потому что нельзя в наше время, во время глобализма, глобальной цивилизации разделить какой бы то ни был регион. И слово господину Аликдору, вашему главному сегодняшнему лектору. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех участников за то, что вы меня назначили здесь главным. Но я этого определенно не затужил. Разве что мое место сидения сегодня в стольном городе Иерусалиме оно дает мне какие-то права, может быть, начать, поскольку нас еще пророки предупреждали. Что из Сиона выйдет Тора и Слово Господне из Иерусалима. Так что я постараюсь сегодня говорить что-то умное по поводу Европы, Ближнего Востока и всего остального. Мы, во-первых, должны при глобальном обсуждении согласиться с некоторыми важными постулатами. Первая из них, что первая половина XX века, она принесла около ста миллионов жертв. То есть насильственно умерчленных. Около ста миллионов. Это вторая мировая война. Это первая мировая война. Это всякие революции, все, что было вокруг. Это гражданская война в Советском Союзе с репрессиями и прочими явлениями душегубства там, на востоке Европы, где вы сейчас находитесь. Это еще испанская гражданская война. И вот все-таки, когда это дошло до определенной точки, люди собрались и положили этому границу. И вторая половина XX века, она была относительно спокойно упорядочена при всей неидеальности. При всей неидеальности. Мы просто смотрим, что происходит. На последние 20 лет, если мы условно разделяем бег времени по условно принятым векам, последние 20 лет нет вспышек насилия в таких масштабах, но, тем не менее, есть чувство того, что все разваливается. Это как вот у Мандельштама, мы живем под собой, не чуя страны. Посмотрите вот на то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. Совершенно даже не важно, с точки зрения глобальной, чем-то закончить. То есть важно, чтобы Трамп остался. Но с точки зрения процесса глобального, то есть страна, которая на самом деле отличалась, по крайней мере, некой особой юридической чистоплотностью на протяжении многих десятков лет. И политическая система там работала очень четко, при том, что было много всего разного, о чем можно говорить. Но в относительных единицах, измерениях Соединенных Штатов были примером четкости некой смены власти, вот то, что они считали очень важным для себя. Как раз мы можем с этим и не согласиться. Мы можем это оспаривать, и нужно это оспаривать. Но, тем не менее, в рамках вот их правил игры. Мы с вами свидетели, как сейчас команда президента Соединенных Штатов утверждает дни-нощно, что миллионы голосов были просто вброшены. И сейчас мы не будем заниматься технологиями, вот где именно так, где в Пенсильвене. Вчера причем судья в Пенсильвене принял решение приостановить сертификацию выборов там. То есть у них очень серьезные доводы, у них громадное количество свидетельств. То есть страна, которая имела основания некоторое, имела основания поучать других вопросов, по крайней мере, четкости системы, она сейчас абсолютно находится на том же уровне, что и Белоруссия, Грузия со своими выборами. И более того, я даже боюсь это сказать, но я не исключаю, по крайней мере, я буду осторожен, что последние выборы в России, они были более, более чистоплотными, нежели нынешние вот последние выборы в Соединенных Штатах. Ну, мы не знаем всего, чтобы вот прям так вот суммировать, но тем не менее, такие мысли, они не являются шизофреническими. Да, это не какой-нибудь там сайт к топору.ру. Это не к топору.ру, это просто оценка того, что происходит, что глаза наши видят, уши наши слышат. То есть система вся русская. Вот теперь, когда система испытывает кризис, то естественным образом всплывают радикальные элементы. Когда общая атмосфера, она относительно спокойная, есть некий достаток, спокойствие, понимание, как работает этот весь наш мир. Но мы с вами еще не упомянули другого очень важного фактора. Это коронавирус. То есть люди живут в условиях, когда они должны везде ходить в масках, что привело уже к громадному количеству проблем психологических, семейных, все известно. Да, но надо понять, что этот коронавирус, вот при всей его разрушительной активной деятельности, в частности, сейчас в России мы это, да, наблюдаем, это не выдумка Билла Гейтс или еще каких-то персонажей с Марса. Но при этом, простите, но это менее 3% от общего количества ушедших в этом году. То есть это не имеет ничего общего с идеей пандемии. Пандемия – это то, что было 100 лет назад, когда население мира было полтора миллиарда и скончалось от 20 до 50 миллионов. Но мы с вами не приближаемся к этим масштабам, и весь мир охвачен паникой. В чем паника? В чем она выражается? Люди перестали летать из страны в страну, разрушенные, привычные для нашего поколения человеческие коммуникации. И все это нас ведет к кризису, совершенно очевидному, глубинному. На фоне этого кризиса любые радикальные элементы, они всплывают, это общий фон. Что касается отдельно радикального исламизма, то надо признать следующее. Все-таки мы должны с вами совершенно откровенно об этом говорить. Никто не говорит, что там все... Нет, не все. Нет ни половины, ни четверти, ни треть. Нет. В исламе мы с вами столкнемся с громадным количеством людей, добропорядочных, не имеющих никакого отношения ни к терроризму, ни полу-терроризму. Но, тем не менее, когда мы договорим о терроризме, есть статистика за последние 10 лет, например. Простите, мы ничего не знаем, например, о православных бомберах и киллерах, используя чистый русский язык. Но мы не знаем об этом ничего. Если кто-то знает, пусть мне расскажет. То есть, если в Израиле взорвется бомба завтра. У нас есть православных тоже немало, кстати. У нас есть православные христиане-арабы. Есть арабы, которые неправославные, католики, есть арабы православные. Но я вас уверяю, что ни одному полицейскому у нас в голову не придет искать следы, если взрывается где-то бомба. Вот какое-нибудь православное или неправославное арабское дерево. Я подчеркиваю, арабское, учитывая этнический конфликт. Но этого не будет. Вот этого не будет. То есть, никого в голову не придет, потому что это кажется чем-то противоестественным совершенно, невзирая на то, что когда-то такое, может быть, и было. И всякое бывало. Точно так же, как если взрывается бомба где-то там в Сыктывкаре или в Санкт-Петербурге. Вы не пойдете искать, никто не пойдет искать следы где-то в еврейской общине. Ну, не пойдете искать. При всем том, что самые разные люди. У кого-то такие уши, у кого-то такие мазки. Может, много чего разного обнаружить. Но, тем не менее, вот эти явления, они последние пару десятков лет имеют определенную очень конкретную окраску. Очень конкретную окраску. В основном, теперь, что нас вынуждает об этом говорить, как об отдельном явлении, при том, что... Вот тут еще важно почему, при том, что что. При том, что на Ближнем Востоке идет разложение, идут войны, не прекращающиеся. И не связывать одно с другим, как совершенно справедливо подчеркнул Дмитрий, было бы просто близоруко. Это было бы неверно. Мы не можем не связать разного рода террористические явления на территории Европы с тем же ИГИЛом, запрещенным в России, что он делал на территории Сирии. И с тем, что с этим же ИГИЛом не просто заигрывала Турция, а на протяжении определенного этапа развития успешного ИГИЛа Турция была его главным спонсором. Я могу перечислить, чем это выражалось совершенно конкретно, это не какие-то тайные схемы. Это реализация нефти, ее продажи, совместная Турция с ИГИЛом. Это допущение на территорию Сирии через Стамбул боевиков. Американские, кстати, данные, я слышал это в лекции Майкла Морелла, это бывший заместитель директора ЦРУ. Он говорил о том, что свыше 90% прибыло в Сирию через Стамбул. Это что, об этом никто ничего не знал. Но, кроме того, мы с вами можем продолжить. Просто были операции ИГИЛа, когда они скрывались от преследовавших их войск Асада, например. Они перебирались на территорию Турции, проезжали несколько километров в сторону, потом выезжали откуда-то оттуда и наносили удар. И мы сейчас говорим именно об ИГИЛовцах, а не от каких-то там несуществующих или существующих, может быть, где-то там совсем на обочине, так называемых прагматичных и умеренных оппозиционеров Сирии. Мы сейчас не о сирийской политике. Я говорю о том, что вот эти все явления, они, как правильно сказал Дмитрий, они перекликаются одно с другим. И вследствие войны в Сирии, мы с вами получили 13-14 уже миллионов беженцев, часть из которых, кстати, в Турции, через Турцию перебираются дальше, но многие они уже оказались на территории Европы. И эти беженцы в основном это те, кто, ну, скажем так, скорее поддерживают ИГИЛ и Суннитское сопротивление, нежели Асада. Основные беженцы это те, кто бежали от Асада, а не от ИГИЛа, где-то, ну, 80%. Это просто один из примеров. Дальше у нас есть с вами Ирак, который разворошили американцы еще 17 лет назад. Что-то они там, может быть, теоретически начали делать и правильно, но когда они распустили тамошнюю армию, и эта армия хлынула во все террористические направления, то это у нас с вами сразу же вылилось в кошмар. Это сразу вылилось в кошмар. И на территории Европы в том числе. И вот здесь надо говорить, с одной стороны, о, да, природе радикальных террористических ответвлений, которые тоже ассоциируются с исламом, они себя так называют, это не мы их так называем, тут надо только подчеркнуть, мы никому не говорим ничего о них, того, чего они сами о себе не говорят. Если эта группировка себя называет ИГИЛ, ну, она называет себя ИГИЛом, а не какие-нибудь, там, не знаю, адвентисты седьмого дня за Новый Ближний Восток, да, они себя называют ИГИЛ, исламское государство. Вот. Но надо понимать также, что это одна сторона. Другая сторона – это действия Соединенных Штатов уже, европейских стран и всех игроков на Ближнем Востоке, которые так или иначе способствовали этому. Но и еще все-таки надо добавить к тому, что уровень террористической деятельности кровавой на территории Европы за последние 2-3 года, он все-таки существенно ниже по сравнению с тем, что было 4-5-6 лет назад. Давайте тоже все-таки будем отдавать себе в этом отчет. И здесь важна деятельность спецслужб. Есть проблема демографическая, есть проблема атмосферы в Европе. То есть нам есть о чем поговорить, но мы должны обязательно сохранять здесь профессиональную точность. Последние 2-3 года, можно сейчас посмотреть статистику, уровень террористической деятельности такого рода в Европе, он снизился. Мы сталкиваемся с отдельными проявлениями, совершенно чудовищными, кому-то там отрезают головы. Но понимаете, все-таки по одному-двум случаям, которые, да, представляют определенную идеологию, я не закрываю на это глаза, это не то, что... Потому что это все равно делают именно те товарищи, а даже, например, не какие-то неонацистские группировки. Но этим занимаются те, кто поднимает этот флаг. Не мы этот флаг поднимаем, не мы им всовываем этот флаг в руки, не мы и приписываем. Но мы должны признать, тем не менее, что определенные действия были предприняты, которые снизили общий уровень агрессивности. Среди этих действий, например, просто лучшая координация спецслужб западных стран, обмен информацией. И мы видели, как американцы в свое время проигнорировали российское обращение по братьям Царнаевым, которые потом совершили теракт в Бостоне. Вот такого рода случаи были, но сейчас их нет. Но сейчас их нет. Был случай, когда американцы передали России информацию, которая могла предотвратить крупный теракт, и президент Путин благодарил за это американцев. То есть вот обмен информацией такой, он сейчас стал как раз более эффективным. Израиль играет активную роль в этом тоже, особенно при взаимоотношениях с Европой. С Россией это налажено еще с 90-х. С Россией между Израилем антитеррористическое сотрудничество, оно находится на уровне открытого взаимодействия, и это ни для кого не секрет. То есть здесь есть техническая сторона, это эффективное взаимодействие. Идеологическая сторона связана с тем, что когда система разваливает сто разного рода, раковые клетки, они образуются и бьют по этой системе. И там уже зависит от того, ну, хороший врач или нет, но это не лечит проблему. Проблема все-таки Европы, это не исламистский терроризм, а сама Европа вместе со Соединенными Штатами. Да и, собственно, на постсоветском пространстве тоже проблем хватает. Надо их правильно определить, и надо думать о том, как сущностно их излечить. Сущностное излечение – это не просто избавление от террористических проявлений и появление какого-то условного умеренного ислама. Я, кстати, думаю, что это большая ошибка на тех, кто пытается навязать какие-то вот западные, либеральные представления о том, какой религия должна быть. Дело же совершенно не в этом. Пусть их представления будут самые архаичные, но они должны укладываться просто в рамки того, что с ними можно жить в одном государстве. А если нет, так они могут свои архаичные представления реализуют где-нибудь в районе берега Слоновой Кости или Судана. И там никто, собственно, особенно и не будет беспокоиться по поводу их деятельности. Вот о чем идет речь. Но навязывать какие-то нивелирующие, полирующие парадигмы или пытаться их потопить в каком-то одном западном дезодоранте, не знаю, там будет потом производство либо Пьера Кардена или еще какого-нибудь Гуччи, с этими другими товарищами. Но это, опять же, все очень-очень искусственно и неумело. Здесь нужно говорить по существу. Ну а самое главное, наверное, для того, чтобы излечить мир, необходимо не думать только о том, что происходит на самом низшем уровне, а начать все-таки обсуждение высших ценностей, начать обсуждение высших принципов, начать обсуждение того, собственно, что является первопричиной. А именно миром должны управлять те люди, которые достойны, которые отличаются с духовностью, отличаются с интеллектом, которые, конечно же, не коррумпированы, а служат высшей идеей. А сегодня такого требования нет нигде. Сегодня процесс демократический, он не учитывает вообще ничего. Даже человек может безграмотно говорить на отвратительном языке, отвратительно говорить на языке собственной страны. Он может при этом избраться. За него масса проголосует, и никому, собственно, в голову не приходит, что перед тем, как баллотироваться, ну, например, в Государственную Думу надо пройти экзамен на русский язык, на русскую литературу, на русскую историю. Ну, а дальше, если мы говорим о серьезном, о чем-то, то, наверное, все-таки надо знать, Библию, надо быть знакомым с Кораном, греческая философия, международное право и так далее, и так далее, и так далее. То есть, наверное, должен чем-то отличиться. Плюс очень хорошо бы ввести какие-то, ну, хоть минимальные, минимальные требования по его морально-нравственному статусу, ну, я не уверен, что люди, которые отличаются диковинным образом как-то своей какой-то ориентацией, я не хочу конкретизировать, да, они должны быть примером для подрастающего поколения, молодежи, лидерами. А у нас есть сегодня в мире такие лидеры. Когда смотришь на них, то не надо удивляться тому, что молодежь, дорастающее поколение, они как-то не являются продолжателями идей старой доброй Европы. Если идеи такие были, да, но все-таки что-то в Европе есть, ведь, по крайней мере, эстетически возвышенное, это мы должны признать. Европейская эстетика, она отличается своей изощренностью и великолепием. Мы этого не видим сегодня. Сегодняшняя эстетика – это когда Париж превращают в дар-эль-Салам. Те, кто там был за последние годы, не согласятся, со мной едва ли не согласятся, что некоторые районы Парижа, они напоминают какую-нибудь крупную столицу африканской страны. Вот, я думаю, я обозначил некоторые параметры для обсуждения. А сейчас давайте, может быть, как-то будем страстно спорить, обсуждать, думать вместе. Но я бы начал с главного – это отсутствие того, что является возвышающим, спаивающим, объединяющим элементом в нашем мире, а все сводится к временному удобству. Это как факт, что все-таки кое-что удалось в борьбе с этим международным терроризмом, но атмосфера психоза в мире нынешняя, атмосфера нестабильности, которая в том числе выражается в колоссальном кризисе американской системы. Такого никогда не было, надо понимать. Пусть нам не говорят, что 68-й год. Да, в 68-м году тоже был негритянский бунт после изъятия, как бы сказали американцы Марта Лютера Кинга. Но таких масштабов, как сейчас, недоверие к американской системе. Только что, кстати, был опрос очень интересный. CNBC – это… Мы опросам не верим, но, тем не менее, здесь, может быть, они и не врали, что 73% избирателей Трампа считают, что это 100% просто… Это 100% фальсификация, и Трамп ни при каких условиях не должен уйти. Ещё 24% считают примерно так же, но с некоторой долей неуверенности. Только 3% избирателей Трампа считают, что это были выборы честные, что Трамп проиграл, и он должен уйти. И вот дальше уже всё, понимаете? Дальше уже всё. Это другой мир. Такого никогда не было. Уж как Горбуш не надо сравнивать. Горбуш, там был штат Флорида, и, в общем-то, все доверяли этой системе, что, да, могут быть какие-то неточности в 100 голосов. Так проверяли, и Горбуш ушёл. Но не было, не было свидетельств бесконечных о том, что мёртвые воскресли. Руди Джулиани вчера говорил о том, что в Пенсильвании как минимум 8 тысяч мёртвых воскресли. Представляете себе? Кодню выборов, 8 тысяч мёртвых воскресли. Прямо как невуловимые мстители. Мёртвые с косами стоят, с избирательными бюллетенями. Вот это штат Пенсильвания. Такие чудеса. А вы живёте у себя там в России и не знаете, что там уже воскресенье мёртвых идёт во всём Соединённых Штатах Америки. И так далее, и так далее. Такого не было. Вот это всё, оно создаёт атмосферу, был такой, когда этот фильм, этот безумный, безумный, безумный мир. Но мы должны сохранять наше здравие. Всем вам, невзирая на коронавирус, крепко жму руку и даже обнимаю. Спасибо, уважаемый Америки Торнс, за прекрасную лекцию, которую вы нам сейчас прочитали, за те вопросы, которые подняли относительно Европы, относительно мира, США. Но главная проблема, как мне представляется, в общей современной человеческой цивилизации, это в отсутствии духовности. Это бездуховность, да, как таковая. И все книги всех мировых религий об этом нам говорят, что настанет такое время, когда люди уйдут от духовности, уйдут от осознания того, что есть Бог, перестанут ориентироваться на Бога и будут жить по своим, собственно, болям и желаниям. И одна из таких книг — это библейская книга, книга пророка Даниила, в которой чётко прописано всё, что будет происходить в нашем мире. Даже те события, которые происходят на Ближнем Востоке. Война царя Севера, царя Юга и так далее. И вот сейчас многие люди, представители христианства, ислама, иудаизма, аврамических книг, которые понимают суть происходящих вещей, пытаются найти точки соприкосновения, пытаются объединиться для того, чтобы предложить миру некую панацею, избавляющую мир от тех проблем, которые мы сейчас видим. В частности, в Европе, в Германии действуют и замечательные проекты, как «Дом единого». Вот отец Павел Левушкан, руководитель проекта «Диалоги онлайн», и лютеранский пастыр, он ездит по всей Европе, принимает участие в различных коммунических мероприятиях, и тоже пытается привнести некий вклад именно в гармонизацию мира. Вот, может быть, вы скажете несколько слов, как человек, живущий в Европе, непосредственно, как человек, живущий в Латвии, как посещающий практически все страны Евросоюза. Может быть, вы скажете пару слов о том, что вы видите изнутри, что происходит в Европе. Потому что на Европу, на США все-таки продолжают ориентироваться все. Это все-таки некие эталонцы человечества. Спасибо большое. Да, тут, видимо, и соображение безопасности звук был на некоторое время выключен. Очень рад всех вас приветствовать. Да, очень рад приветствовать уважаемого Виктора, которого я здесь вот в овощном формате вижу в первый раз, хотя очень много читал и достаточно знаком и с вашим творчеством, и с вашим публицистическим наследием. Очень важная тема была поднята сегодня о взаимоотношении культуры цивилизации. И действительно, в Европе происходят разнонаправленные процессы. С одной стороны, это, конечно же, то, что описывал Авикдор очень правильно и достаточно честно. С другой стороны, существуют и другие тренды, которые пытаются найти мосты взаимопонимания между такими двумя разными цивилизациями, или иудео-христианская в более широком смысле, если мы говорим о Европе и цивилизации ислама. И, конечно же, здесь мне нужно, наверное, привести два важных примера. Оба они касаются Германии. И первый – это проект, который называется «Абрахамик Тимс» или «Команда Авраама», «Аврамические команды», как их еще называют. Они были созданы в 2001 году по инициативе лютеранского пастора Юргена Микша. И сегодня получили распространение не только в Германии, но также в Египте. Они действуют в Израиле, на севере в основном Израиле, в районе Хайфы и прилегающих территорий, где как раз, собственно говоря, три основных аврамических религии живут и находятся в наиболее тесном соприкосновении. Если мы говорим про ту же Хайфу, например, где живут представители, где живут евреи, где живут христиане, арабы-христиане, ливанцы-христиане, где проживает много арабов. Суть проекта в том, что обычно команда из представителей всех трех монотеистических религий проводит встречи или беседы, где они, не замалчивая разногласия, пытаются найти то объединяющее начало, на котором мы можем строить дальнейший диалог. Другим проектом, который возник не так давно, в Берлине, конечно же, является Дом Единого. На сегодня уже появились последователи в других странах, например, есть подобные проекты в Швеции, есть подобные проекты в Африке. Что из себя представляет Дом Единого? Три друга, знаете, как в анекдоте буквально, три друга, пастор Равин и имам, они действительно дружат, они действительно друзья, решили построить центр, где были бы представлены все три религии вместе. Но не в виде такого синкретического смешения, а именно центр диалога. И в проекте центра, который уже, строительство которого уже начато осенью этого года, собрана вся необходимая сумма, причем существенную ее часть выделил Бундестаг Германии и правительство Берлины, которое предоставило, например, бесплатно землю в центре города. Это тоже очень существенный вклад. Строится большой центр, который так и называется Дом Единого, где будет в одном здании церковь, мечеть и синагога. При этом синагога будет адаптирована под и ортодоксальный иудаизм, и реформистский иудаизм. Ну, в общем-то, инициатор, он представитель реформистского иудаизма, один из инициаторов. Мечеть будет точно так же иметь два масхаба для суннитов и шиитов для возможности молитвы. И церковь, здесь все просто, церкви западного обряда, они все примерно одинаковые, и здесь немного проще, но она будет также адаптирована для того, чтобы там могли проводить молитвы или даже богослужения, и протестанты, и католики. И также существует единое пространство, атриум, в котором представители трех религий могут встречаться. То есть молятся люди все по отдельности и даже в разные дни. Но существует некое пространство или некая площадка, где могут проходить культурный обмен, где могут проходить научные конференции, где может проходить просто диалог и общение, или, например, тихая медитация, как это происходит в настоящее время, пока еще вместо вот этого большого центра построен только небольшой прототип. И вот подобного рода группы межрелигиозного диалога, пространство межрелигиозного диалога, мне кажется, очень перспективными в том смысле, что они помогут нам находить форматы взаимоотношения и форматы события или совместного бытия в условиях европейской культуры для христиан и для мусульман. Разумеется, здесь мы должны также упомянуть и такие, например, способы интеграции мусульманского населения в жизнь Германии. Кстати говоря, в Германии, на самом деле, опыт очень позитивный по сравнению с Францией. Если во Франции существует проблема геттоизации мусульманского населения, то есть они создают свои собственные анклавы, в основном социально очень неблагополучные, которые и являются во многом рассадником радикализма. В общем-то, социальное неблагополучие является одной из причин формирования радикальных настроений среди молодежи. Отсутствие перспектив, отсутствие вертикальных лифтов, так называемых, и так далее. То в Германии, например, существует прекрасный опыт города Гамбурга, вольного города, в котором беженцев из Сирии, которых Германия приняла больше всех, наверное, в Европе, целенаправленно расселяли по небольшим центрам, расположенным равномерно по всему городскому пространству и в пригородах. Для чего это было сделано? Для того, чтобы беженцы сразу попадали в мультикультурную, но в целом немецкоязычную среду. Например, вот реальный пример, с которым я был знаком лично в городе Гамбурге, когда находился там с визитом. Пригород Гамбурга, такой вот, окраина Гамбурга. Очень престижный район, где, например, находится дом бывшего канцлера Германии Гельманта Шрёдова. И неподалеку от него находится парк. За парком небольшой контейнерный лагерь для беженцев. Я разговаривал с местными жителями, мне они говорили, что они не чувствуют какого-то дискомфорта благодаря этому. Беженцы идут на какие-то курсы, некоторые устраиваются потом, получая статус на работу. Дети вливаются в большие мультикультурные немецкие школы. Например, когда школа на 800 участников, в неё приходит 40 детей мусульманского происхождения, то они вливаются в класс, где уже есть поляки, венгры, чехи, немцы, представители других народов. И вот эта мультикультурная среда очень хорошо способствует интеграции. В тех городах, где не было подобной программы расселения, подобной программы вот этого включения беженцев, включения эмигрантов в жизнь местного сообщества, там возникали проблемы. Вот эта главная проблема – это геттоизация, главная проблема – это формирование устойчивой социальной среды, способствующей в том числе развитию радикальных направлений в среде молодых мусульман. Существует замечательный сайт в Германии, который называется kantara.d, это сайт, как раз посвященный межрелигиозному диалогу, но через такую мусульманскую призму, в котором часто публикуются статьи исламских публицистов, богословов и философов, которые как раз представляют собой различные направления умеренного или мирного ислама, и которые постоянно поднимают эту главную проблему, которая стоит перед исламским населением Европы. Это образование, это гражданское просвещение, и в том числе это формирование социальных лифтов, которые позволят людям интегрироваться во все сферы общества, в котором они живут. Не зря в ответ на ультиматум Эммануэля Макрона, который был предъявлен по поводу политического так называемого ислама, большинство участников национальной конференции имамов Франции сказали, что они в принципе этого уже несколько лет пытаются добиться от французского правительства, но не могли добиться этого другим путем, а именно ограничение на деятельность политического ислама, ограничение на деятельность иностранных имамов, которые не получили акцептации или сертификации местным сообществом религиозных деятелей, и в конце концов может быть когда-то начнется формирование и академической традиции европейского ислама, которая сейчас во многом ограничена в частности например политикой радикальной светскости, которая присутствует во Франции, и это просто не позволяет формировать общие или государственные учебные заведения, которые занимались бы исламской теологией. В моей стране, где я живу, в Латвии, эта ситуация конечно же не является в значительной степени актуальной, у нас есть несколько, у нас присутствует большинство религий мировых, и в том числе новых религий, они тоже присутствуют прекрасно в латвийском обществе, но в Латвии, в этом плане уникальная страна для и постсоветского пространства, и для Восточной Европы, наверное. В отличие от соседей, таких как Эстония, Литва или Польша, у нас никогда не было монорелигиозного общества, например, Польша это все-таки преимущественно католическая среда, Литва это преимущественно католическое общество, Эстония это преимущественно протестантская страна, где представители других конфессий или религий незначительное меньшинство. В Латвии всегда присутствовали ну как минимум три основные христианские конфессии, православные католики и протестанты. В Латвии исторически до, к сожалению, до трагедии известной, до трагедии Холокоста, до Второй мировой войны также присутствовала большая еврейская община и сейчас она возрождается. У нас есть несколько крупных больших еврейских центров, есть еврейская школа, есть несколько синагог, которые успешно действуют и в общем-то государство их поддерживает в том плане, что идет процесс реституции, возврата еврейской собственности и он иногда идет со скрипом, но тем не менее он идет. И также существует несколько мечетей, они небольшие, они не оказывают большого серьезного влияния, но тем не менее они есть, не говоря уже про новые так называемые религии, такие как кришнаиты, святые последних дней и другие. Все присутствуют в латвийском обществе и действуют достаточно дружелюбно, потому что, как я уже говорил, в Латвии была эта традиция межрелигиозного общения, в нашей стране более 67% браков являются межнациональными и, как следствие, межконфессиональными, когда один супруг может быть православным, а другой католиком, одним лютеранином, а другой баптистом, и это нормально, и благодаря сотням лет вот этого опыта мы можем достаточно легко принимать и включать в себя и взаимодействовать с представителями тех религиозных традиций, которые появились относительно недавно. И вот мне кажется, что как раз вот этот диалог, основанный на сострадании, и любые проекты диалога, такие как аврамические команды, такие как Дом Единого, такие как, в конце концов, опыт латвийской, который у нас тоже присутствует, опыт групп межрелигиозного диалога, опыт совещаний лидеров и глав конфессий, мне кажется, он является вот тем перспективным направлением, которое поможет преодолевать религиозные конфликты и способствовать уменьшению уровня радикализма в религиозных общинах и организациях, которые действуют на территории Европы. Спасибо. Спасибо, отец Павел, за интересный рассказ. Вот я от себя добавлю, что у нас в России я знаю, что вы на своем портале диалог «Диалоги онлайн» тоже выкладываете эти ролики. В России он вышел на нескольких федеральных каналов и первый общенациональный, не первый канал университета, другой. Соответственно, эта тема достаточно востребована и сейчас мы должны сделать все односовище ради того, чтобы мир вошел в какую-то гармонию. И вот, дорогой Виктор, это же вопрос как специалист в области Священного Писания, который может сказать о библейских именно обоснованиях нашей деятельности. Вы прокомментировали с точки зрения Библии, с точки зрения ветхозаветных пророчеств, как мы говорим ветхозаветных христиан. Как Вы можете прокомментировать то, что сейчас происходит и есть ли какие-то перспективы в Ваших многих начинаниях? Кстати, я начну с книги Даниэля. Слово «ветхий» в книге Даниэля встречается и используется как что? Ветхий это «атик» это высшая ступень проявления Бога. В современном языке слово «ветхий» оно обветшалый, старый, устаревший, отошедший на второплав. В книге Даниэля, я имею в виду сейчас русский перевод, русский перевод в книге Даниэля, слово «ветхий», его источник слово «атик», «атик» это высшая степень раскрытия. Кстати, когда мы говорим высшие ипостаси раскрытия, если хотите, сферы раскрытия, мы, когда говорим о божестве, то сущность явления божественного никто никогда нигде не может охватить целостно. Мы говорим о проявлениях, проявлениях, даже «эйнсоф» уже некоторые проявления, то есть, когда мы говорим бесконечно. Вот самая высшая проявления как раз «атик». Это часть, кстати, вот именно идеологии книги Даниэля. Там говорится о том, когда «ветхий», «ветхий». И это, конечно, имеет в виду «ветхий» с большой буквы. Теперь зададим такой вопрос. Вы же понимаете, что 200 лет назад мы могли с вами посадить вместе представителей трех разных религий обнаружили, что в мире было немало проблем. Тем более, тогда вообще оказался конец света, потому что французская революция начала свое шествие активное, уход от религии, наука. 700 лет назад тоже мы бы нашли с вами о чем поговорить. Вопрос правильный, он, наверное, бы так прозвучал, а, собственно, есть ли какое-то отличие принципиальное нашей эпохи от других. И, конечно, ответ, он будет достаточно сложным, потому что общие принципы, они совершенно неизменны, и величие книг, которым мы прикасаемся, если это книги духовные, что там было сказано при взгляде на их время, там было сказано, то, что актуально для нас, как будто написано для нас. Вот книга псалмов, псалмов Давида, она чем берет? До того, как мы обсуждаем ее высочайший уже духовный аспект, она берет тем, что эта книга, каждый псалом обращается к каждому человеку, который читает. Вот Нюра Костромской области или Ицик где-то под Бершевей сидят с псалмами, и они каждый из них находит там что-то, что сказано сегодня ему. Это и есть Божественное Крым, поскольку оно универсальное абсолютно. Кроме того, кто способен мыслить шире, найдет применение этих идей, очень точечное и конкретное и реалистичное по отношению к собственному окружению, народу, если хотите, сегодня. И обязательно найдет также выражение по отношению к Вселенной, по отношению к универсальной нашей сегодняшней картине. Вот это и есть духовная книга. Поэтому, когда мы говорим о том, собственно, чем отличаются наши Дни от других, надо помнить, что с одной стороны, надо правильно определить характер нашей эпохи, или каждая эпоха это некий кирпич в общем здании божественной гармонии, который должен быть построен. Каждая эпоха это некий кирпич. Но в чем наш кирпич отличается и является ли он сущностно иным? Мы все-таки с вами действительно живем не совсем в нормальное время. Наши прадеды и прапрадеды, которые переживали тяжелейшую эпидемию в начале 20 века, но они все равно не доходили до таких изуверств и сумасшествий, которые сегодня наблюдаются повсеместно. То есть все равно до такой степени закрытости и коронабесия, мракобесия тогда общество не доходило. Все-таки мы понимаем, что что-то происходит сегодня необычное. Что-то происходит необычное с нами это надо определить. Давайте теперь этим займемся. Если мы говорим о знаках каких-то, первое мы начинаем со знаков. Какие знаки посылает нам Всевышний в соответствие с имеющимися у нас библейскими знаниями? Несомненным знаком нашей эпохи может быть. Я тут процитирую как раз великого индуса Шреу Робинду. Он об этом говорил еще в 1939 году еще до Кристалнах в одной из бесед со своими учениками. Ему задали вопрос о роли евреев в Германии. Это было после уже Нюринбергских законов. Это было накануне Кристалнах, когда атмосфера накалялась там. И он ответил о том, что евреи Германии как раз там отличались в Первой мировой войне бравой службы в немецкой армии. Но потом он сказал Гланг. Гланг должен понимать, что согласно духовным источникам евреи будут подвергнуты массовому преследованию. это то, что передали нам пророки и мудрецы. И после этого они соберутся вокруг Иерусалима и начнется золотая эра. Это слова Шри Урабинга. То есть человек, который это говорил в Индии вообще-то и он смотрел на мир не из окошка синагоги или даже церкви напротив какого-нибудь польском местечке, а он смотрел на это глазами человека, который прошел через все этапы борьбы в Индии за независимость Индии. Это его было историческое прошлое. К чему я это? Это важный знак. То, что сегодня существует Израиль, можно обсуждать разные аспекты, но это очень важный знак того, что мир изменился сущностно. Мир изменился сущностно, потому что куда бы мы ни посмотрели, мы все равно придем к теме Израиля и к еврейской теме. Так или иначе, в тех или иных пропорциях, дозах, но если мы говорим с вами о Библии, мы все-таки признаем, то есть есть книги великие, которые были написаны в других местах, которые были даны свыше. Так или иначе, все есть откровение свыше, вопрос только где это мера, и со знаком минус, или со знаком плюс, мы все воспринимаем как откровение какое-то нам, вопрос только на какой ступени это находится откровение. Библейское откровение, оно выдержало испытание временем, сроками, оно сейчас актуально как никогда, с чего начал Дмитрий. И мы все равно эту тему мы не можем не затрагивать, потому что об этом говорят в контексте любых политических событий, духовных событий, и любое взаимодействие, объединяющее между христианами, мусульманами, иудеями, будут, а что такое основа общая между христианами и мусульманами? Ну, это иудейская основа как раз и есть. Но так или иначе, а все остальное нет. А то, что объединяет это именно то, что общее, оно произошло от ветхого, от высшего. Ветхие – это высшее. Еще раз про книгу пророка Даниэля всех туда отсылают. Теперь это общая декларация, общее зрение. Смысл хода истории, которую мы наблюдаем. На протяжении веков мы видим, как человек с момента рождения отдалялся от Бога. Как ребенок, который вышел из утробы матери, ребенок выходит из утробы матери, он вышел из утробы матери, но к ней стремится. Он без нее не выживет. Есть суррогатные, конечно, разные методы, тем не менее, его стремление, оно физиологически естественное. Естественное, как и естественно на первых порах развития человечества, было вот это вот осязание себя частью некого первичного божества. Даже когда люди становились язычниками, они хватались за какие-то игрушки, но они все равно чувствовали еще какую-то связь. И человек проходит путь своего развития, включая забвение того, откуда он пришел, включая отторжение религии, духовности. это как раз мы с вами приходим к 18-19-20 веку. В книге Зор прописано, что именно в это время, и там указываются две даты, разные этапы развития, 1740 год по еврейскому календарю, но я перевожу сейчас на принятый у нас календарь, 1840 год, 1740-1840, когда бюджет выплеск естественных наук, когда естественные науки, они, и что мы с вами видим, естественные науки действительно у нас на глазах совершали то, что 500 лет назад казалось бы еще чем-то непостижимым. Продолжительность человеческой жизни удвоилась, тоже, давайте отметим, в целом, в среднем, но тем не менее, к чему мы сейчас с вами пришли, мы с вами пришли, вдруг откуда-то летит маленький комарик, вдруг к человечеству, которое летает на Луну, в космос, создает оружие массового уничтожения, банковские системы, мощность, спорт, громкая музыка, такая шум, уже даже не музыка, полная дисгармония во всем, человек всесилен, вдруг маленький комарик коронавируса, и все, ой, мамочки, ой, мамочки, забились по щелям, по нормам, ничего, никакого всесилия человечества, границы перекрыли, посмотрите, что люди делают, детей в школу не пускают, границы перекрыли, все только вакцина, 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 ничего, кроме коронавируса, уже в голове нет, то есть мы сейчас видим, как вот весь этот процесс развития человечества привел его к чему? К абсурду, потому что без духовности и без божества человек все равно бессилен. Что люди должны были пройти и пережить за это время? И если мы говорим о пророчестве Даниэля, который был, его царствия разные, они подобны, подобны идеологиям в наше время? Возьмем демократическую идею, демократическая идея, которая свобода, равенство, братство, французская революция, вот все вот это, свержение. Как это вообще все выглядит, есть очень условно, то, что я скажу, но если во времена приближенные к утробе матери или к эпохе сотворения мира священники или хотя бы правители обращавшиеся к каким-то духовным основам, они так или иначе были во голове, да, голова была такая, в той или иной степени, это касается языческих и египетских жрецов, метафизика она была во голове, все равно, да, и мы сейчас не даем оценки, кто правильный был, кто неправильный, но сама тенденция, она была такая, потом постепенно, постепенно видимся больше империи и короли, то есть власть вот такая, власть некой правящей элиты, которая включалась естественно военность, это искусство, это эстетика, и это Европа, скажем так, ее переход от папства к королям, появление понятия нации, национальное государство, если уже на то пошло, тоже к этому относятся, потом французская революция, когда еще низшие слои, а низшие слои, это кто это, бизнесмены, торговцы, там где уже банки, там где, и вместе с народом берут власть, а потом постепенно еще, еще ниже, 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 когда самая необразованная и самая, ну правда, широко количественно представленная часть, она становится гегемоном, да, это происходило в разных странах Европы в начале 20 века, уточнять не будем, все знают, о чем я говорю, если надо, можно уточнить, конечно, да, ну если сами себя, так они, рабочая партия здесь, рабочая партия там, социалист, то есть мы с вами видим вот эти все разного рода, всех этих зверей из пророка Даниэля, мы с вами видим их, проявленных через французскую революцию, через социализм, через национализм, потом, через расизм, через фашизм, через коммунизм, через национал-социализм, через все вот это, через разные проявления, когда человек говорил, я могу, я знаю, надо так, брали что-то, и кому они подобны, они подобны тем самым слепцам из притчи индуистской, которые подошли к слону, один говорит, что слон это колонна, потрогав его ногу, другой говорит, что слон это что-то такое громадное тушь, что слон это кит, третий говорит еще что-то, но все они были слепцами, все они были слепцами, они не видели того, что это слон, они видели что-то другое, вот современное человечество при всем развитии науки, оно отказалось от целостного восприятия, и оно к чему приходит? К неизбежному краху, то, что библейскими языком называется это конец дней, но конец дней не в том смысле, что все это закончится, и нас в какую-то трубу всех спускают так, что мы там все будем гореть в каком-то оду, это будет конец эпохи попыток человека строить царствие человека, оторванное от царствия Божия, вот так это можно сформулировать, оторванное, но теологи и мыслители современности сильно заблуждаются, многие, когда все сводит вот к этому крику о том, что какой ужас, какой кошмар, ЛГБТ-парады, мир совершенно превратился в какое-то пастбище, скотбище, плясалище, уродство, теряется гармония, музыка это уже не музыка, женщины это уже не женщины, мужчины это уже не мужчины, ну, я утрирую, но, но оно, тем не менее, кстати говоря, где-то там в некоторых ситуациях, так оно и проявляется, чтобы люди расслабились, я вам скажу, скажу, не анекдот, но реальную историю, одна моя подруга в Англии, профессор в университете, у нее коллеги, у коллеги ребенок родился, она подходит, говорит, я поздравляю вас, спасибо, говорит, а кто у вас родился, мальчик или девочка, он мне посмотрел злобно и говорит, вот когда вырастет, тогда решит, кем ему быть, это не анекдот, это современная жизнь, кстати говоря, в Кембридже, эта история произошла в Кембридже, пару лет назад, то есть мы с вами живем в странном мире, но все эти странности, все эти странности, они должны нас привести и приведут не к самоуничтожению, а к осознанию необходимости преображения, преображения, которое включает все, все, что нам было дано, нам это понадобится, и наука, и искусство, весь этот выплеск знания, которое мы получили, это наше развитие, развитие нашего, условно говоря, тела, включая ментальное тело, включая рассудок, все это, да, это нужно человеку, только с этим совсем, для того, чтобы это все привести в гармонию, мы должны прийти уже к новой ступени осознания, поняв, поняв тупиковость того состояния, которое сейчас мы переживаем, а это полная тупиковость, поняв это, мы должны стремиться к чему? К божественной жизни, к божественной жизни, вот, это наше с вами сегодняшнее определенное, и это и есть библейское избавление, и это и есть мессианская эра, когда мы говорим о мессианской эре, ее отличие именно в этом, определено, Израиль это знак вам, к тому, что эта эра приближается, я сейчас не хочу говорить отдельно о роли Израиля, я не говорил о ней, но это универсальная роль, это универсальная роль, мы приближаемся к той эпохе, когда мы иссякли уже силами во всех этих потугах, революциями, бархатными, красными, белыми, черными, синими, зелеными, что-то исправить, или национализм, или социализм, или еще прочий универсализм, либерализм, к ту же помойку, естественно, идет, и сразу же, чтобы все это обрело смысл через обожение, вот к чему мы сейчас идем. Спасибо, уважаемый Аликдор. Месяцев, вы комментируете, пожалуйста, или задайте вопрос, вы хотели высказаться. Да, большое спасибо. Слышите меня? Нормально? Сергей Месяцев, руководитель комитета партии 10 заповедей, который в России пытается уже лет 10 так создаться, но комитет действует, несмотря на все сложности. Партия Токолога. Спасибо большое, да, Игорь, за ваше выступление. Тут действительно очень много важных моментов, я бы, наверное, некоторые важные, с моей точки зрения, моменты выделил бы и свою точку зрения высказал. Первое, то, что касается духовности, да, здесь я полностью с вами согласен, современная цивилизация действительно находится в кризисе, весьма глубоком о духовном кризисе западного человека, западной цивилизации уже не одно десятилетие, говорят, богословы, философы, это уже констатация факта. И понятно, что духовный кризис, он связан с потерей веры в Бога, утраты этой связи с Богом, которая была изначально. И действительно, вот этот временной характер играет очень большую роль. Чем дальше от источника, от начала, тем люди больше удаляются от Бога. Появление атеизма, его расцвет действительно начинается с 18 века. Именно Франция здесь сыграла большую роль. Французские мыслители, философы-просветители, возьмем это яркий пример. И потом эти идеи получили распространение и в других странах, в том числе и в России. Большевики во многом копировали идеи французских атеистов. Это тоже факт. И стремление построить социализм, опять же, там во многом было сформулировано французскими мыслителями. Так что вот эта ситуация весьма, скажем, сложилась так, что мы сегодня имеем цивилизацию, которая оторвана от своих духовных источников. И это большая трагедия для современной цивилизации. Причем это уже теперь собственно касается не только западной цивилизации, а всей мировой цивилизации. Что мы видим на Востоке? Аналогичная ситуация утрата религиозных корней, и там на Востоке тоже происходит. Но может быть единственное, что сейчас мусульманский мир более-менее сопротивляется этому, но и в мусульманском мире тоже происходят большие изменения. Так что мы будем в дальнейшем свидетелями углубления этого духовного кризиса. И с моей точки зрения возврат только к истокам может исправить ситуацию. И в данном случае мы занимаемся организацией партии 10 заповедей. Мы действительно обращаемся к источникам, к тем заповедям, которые Господь Бог дал на Синае и дал эти заповеди не только израильскому народу, но и всем другим народам. Это объединяющее начало, действительно объединяющее начало моральные принципы, которые признают и июдеи, и христиане, и мусульмане. И у нас в оргкомитете действительно представители разных религий есть. Это весьма важный момент, и мы вполне общаемся, дискутируем и совершаем определенные совместные действия. Это вполне нормально. На основе Десяти заповедей мы видим возможность соединения морали и политики. Политика современная оторвана от морали, и истоки уходят далеко в прошлое, конечно. Мы эту современность называем политикой макаверизма. Действительно идея вероломства, насилия, они были озвучены в трудах, скажем так, Макеавелли, известного мыслителя. Там немного было, но корни так или иначе многие авторы находят там учения Макеавелли, его произведения «Государь». Так что вот эта проблема, которая есть в современном обществе, она действительно связана с оторванностью духовных началов. Значит, единственное, что остается, вернуться вот к тем истокам, но сами понимаете, что когда мы сегодня обсуждаем этот вопрос вернуться к божественным истокам, то мы видим, какую реакцию людей. Люди не понимают, они удивляются, как идти куда-то назад, обращаться к чему-то, что уже давно прошло, надо двигаться вперед. А вот как двигаться вперед? Опираясь только на свои собственные силы, мы видим результат, опираясь на собственные силы, когда человек поступает без обращения к Богу, без упования на Бога. И в этой ситуации человек, конечно, совершает множество ошибок, и ошибки эти приводят в том числе и к человеческим жертвам. И выражается это количество жертв уже десятками миллионов, что было в 20 веке. Относительно терроризма, терроризм разной формы имеет, не только религиозный бывает терроризм, но он имеет другие формы. Из истории мы тоже наглядно видим, как у нас в России были такие народники, среди них были террористы, убили царя Александра третьего, да, это мы из истории тоже хорошо знаем. И мы видим, что под видом религии тоже совершаются террористические акты. И хотя возьмем тот же ислам, он учит миру согласие. Тут под некой крышей ислама совершаются такие злодеяния, которые не вписываются ни в какие рамки. Вот как понять тех людей, которые считают себя верующими, которые убеждены в существовании Всевышнего, и тем не менее совершают такие вещи, и причем находятся еще те, которые оправдывают такие действия. Такие действия, которым оправдание вообще быть не может. Вот эта удивительная ситуация, оправдание. Сами авторы этих террористических актов, но их еще как-то можно понять, но как людей, которые хорошо знают Священное Писание, пытаются оправдать такие действия. Оправдать тем, что современная культура антибожественная, то, что там показывают по телевидению, фильмы и так далее. Я знаю, что в мусульманской среде это вызывает крайне негативные отношения. И многие мусульмане говорят, нет, лучше вообще телевизор выключить или вообще его не смотреть, чтобы не видеть все это безобразие. И находят единственный вариант борьбы с этим, как только взять бомбу в руки и пойти взорвать. Взорвать опять не тех, против кого они выступают, страдают безвинные люди чаще всего. Это тоже весьма печальный момент современной цивилизации террористическая деятельность это тоже один из элементов современной нашей жизни. И вот я вижу единственное, да, надо возвратиться действительно к этим источникам, обратиться к десяти заповедям, выстроить основания для того, чтобы мы могли жить в мире и согласии, выстроить и моральные вещи, и правовые для того, чтобы мы смогли существовать в этой единой цивилизации. Но основание здесь может быть только библейское. Вот с моей точки зрения так. спасибо уважаемый господин Мезинцев за интересное место, которое вы озвучили. Вот у нас еще один есть в суде человек, литеранский епископ. Нет, я не евангельский епископ. Слышно, я представлюсь епископ-оберт, евангельский епископ, не литеранский, пятидесятнический. У меня вопрос к вам, когда вы начали свое выступление в нашу дискуссию диалог, вы упомянули Штаты и Европу, все, что происходит там, и заговорили о знаках, которые мы все сегодня пытаемся найти в существе написания. Следующий год, слышно, нет, я не понимаю, вас громче говорят, интернет-соединение неустойчиво. Это не важно. Достаточно громко, но просто звук обрывчатый, я не все понимаю. Вы говорили о знаках в своем сейчас последнем, так сказать, выступлении, которые есть свыше, и мы все, как представители разных религий, наблюдаем эти знаки свыше. Следующий год, год выборов у нас в стране, в России, год выборов в Германии, я ничего не знаю по Франции, но США тоже сегодня трясет, еще неизвестно, в январе все закончится или нет. Что вы видите? Вот по поводу Германии, России, какие-то знаки вам, как Ролину, верны? Что будет происходить в следующем году, учитывая то, как мир стремительно развивается, и все политические процессы очень сильно влияют на нашу религиозную жизнь? Давайте не будем сейчас уточнять выборы, не выборы. Выборы, которые мы с вами наблюдаем, они являются неким спектаклем массовым, который сущностно нас уже перестал затрагивать, ибо тот случай, когда от перемены мест слагаемых не особо что-то меняется, ну, Трамп исключение, но оставив Трампа сейчас за скобками, мы с вами смотрим на мир. есть забег предвыборных, соревнуются люди, которые сами обычно очень средние и ориентируются на низы. Они ориентируются только на экономику, на то, чтобы сказать избирателям, что экономика лучше, зрелищ больше, и они удовлетворяют потребности самых низших, необразованных, аморальных, лишенных духовных устремлений слоев населения. Поскольку это большинство. Голоса, как известно, один человек, один голос. Как в Южной Африке все время об этом говорили, их идея была one man, one vote. Они этого добились и получили сейчас страну, которая движется семимильными шагами к определению failed state. То есть государство, которое совсем уже просто никому не нужно. Давайте теперь по существу. Что касается любых знаков. Знаки это не более чем то, что должно повысить нашу ответственность за свои мысли, свое поведение, развитие и дать нам толчок к выбору приоритетов. Но сами по себе знаки, они никак не влияют на общее положение того, что является обязанностью, необходимостью каждого из нас, а именно собственного духовного развития. Духовного развития собственного в своей семье, в своей среде, в своем городе и в мире, по возможности влияя на других благотворных, чем именно духовное развитие на этом. Никакого единства, никакого понимания быть не может на уровне низшем, поскольку чем ниже, тем плюралистичнее, чем демократичнее, чем либеральнее в этом смысле, тем больше разрозненность. Клюрализм это и есть разрозненность клюрал само по себе. Какое-то объединение понимания может быть на том уровне, где люди уже себя ощущают частью чего-то великого целого. Великое целое может быть выражено только через божество. Все остальное построено на противоречиях правое и левое, мужское и женское, отцы и дети, запад и восток, север-юг. Вся история строится на военных противоречиях. Если мы хотим подняться выше, мы должны стремиться к тому, о чем в том числе в книге Даниэля говорится. И в книге Даниэля вот эта весть избавления, когда все эти империи разные в виде зверей и прочих символов, они пройдут и дойдут до иссяка и издоха, тогда мы с вами вступаем, тогда начинается новая эра. Но как мы говорим о знаках, то это лишь одно, он повышает нашу ответственность. Когда интенсивность события увеличивается, вот это мы можем сами зафиксировать, интенсивность события идет по нарастающей, самые неожиданные могут произойти явления. И тут тоже надо обратить внимание вот на что. если мы с вами год назад вели бы беседу, и кто-то из нас сказал бы, граждане хорошие, вы сейчас говорите о следующем году, о том, что будет в следующем году. Кто бы сказал, граждане хорошие, через год мы с вами будем опасливо ходить по улице, озираясь, нет ли какого-то представителя власти рядом, чтобы не увидел нас без маски. Я вчера шел по улице, у меня прямо передо мной шел милиционер, пришлось вот как-то так срочно на моргик достать из кармана и вот так вот эту прокладку гигиеническую себе напялись на нижнюю часть лица. То есть вот мы с вами жили бы в такой атмосфере, что дети и внуки не могут ходить в школу, вдруг просто школа закрыта, нет этого больше, общение оно исключительно через интернет, если кто-нибудь из нас бы такое сейчас выдал год назад, ну никто бы не поверил. То есть решили бы, что сумасшедшие не те, которые будут через год, а те, кто это видит. Понимаете? То есть я сейчас говорю совершенно о реальных категориях, я говорю совершенно о реальных категориях, да? Мы сейчас в самом таком реализме, никакой метафизики нету, никакой мистки здесь нет. Мы с вами реально находимся в том мире, где происходит событие непредсказуемое, которое никакой человек не мог предсказать, даже вот вот это вот, то, что у нас перед глазами, вот это у нас перед глазами. Надо искать духовные ростки. Есть декларации добрых намерений, это хорошо. Когда люди декларируют добрые, но я все-таки открою такой секрет, что в той же Латвии или в Европе в ближайшей перспективе никто не собирается громить ни синагоги, ни православной церкви, ни тем более протестантские, да, ну, ни мы их, ни они нас, вот мы совершенно не собираемся этим заниматься, даже обсуждать. То есть, когда мы о чем-то говорим с вами, то нам бы найти какие-то пути именно к улучшению картины мира в целом, это может произойти только при условии, что мы для начала вот это вообще минимум минимум перед тем, как мы говорим о выборах и о том, как избирать, мы будем говорить, кого избирать, мы должны договориться, мы и вы должны договориться о том, что в правителе какие-то даже местные мы будем избирать тех, кто хоть как-то выделяется в лучшую сторону. Людей, за которыми все-таки числятся какие-то акты добродетели, люди, которые интеллектуально продвинуты, а не так, как сегодня, а не так, как сегодня, сегодня этих критериев вообще нет, послушайте, граждане этих критериев нету нигде. Голосуют, голосуют, как хотят, за кого хотят, задачный вопрос денег, популярности, фотогеничности, да, говорят, харизма там какая-то, но это все не имеет никакого отношения ни к добру, ни к истине, ни к духовности. И покуда это так, будут выборы такие или сякие, я скажу, хуже намного. А какая разница, эти выборы были сфальсифицированы или нет? Вот посмотрите на картину в Белоруссии. То есть, что альтернатива, которую там предлагают, это те вот девушки, они присутствуют, счастье что ли кому-то? Или тот, кто там сейчас правит, он даже, если за него так голосовали, это что-то меняет, он будет лучше как-то вести свою страну? Но нет и нет, понимаете, минус и минус, и минус и минус там это не плюс. Поэтому самое главное сейчас это, было сказано, что надо опираться на духовный источник. Это абсолютно верно. То есть, с этого мы начинаем. И ветхие, это высшее проявление. Но мы должны это проявить, а именно обновлять. Эпоха это обновление вечных идей. Ветхие это вечная идея. Обновление этих идей. Обновлять на основе наших с вами реалий. Вот в чем наша задача. Мы должны посмотреть, что происходит, определить факты. А у нас еще с вами гигантская проблема сегодня в том, что пресса при наличии интернета стала еще более лживой, чем когда-то газета «Правда». Это же чудовище совершенно, как освещается событие. Надо быть крупнейшим экспертом, надо быть супераналитиком из спецслужб с многолетним опытом, чтобы не ошибаться в правильной подборке фактов сегодня. Потому что вранье, оно тотальное. Оно тотальное просто. Еще раз пример, это выборы в Соединенных Штатах нынешние. Если даже 10% того, что говорит команда президента, президент это не маргинал, это не какие-то там «Куклукс-клан» или еще не дай бог какие-то еще какие-то. Мы сейчас с вами говорим, а сам что ни на есть усредненным, царственным в Америке это Трамп, это государство. Говорят, что там массовые были фальсификации выборов. Это что такое? Где мы с вами живем? Мы должны понять, где мы с вами живем. Что вся эта система пришла к абсолютной лжи и абсолютной правде. Не просто задекларированное слово, что нужно повышать уровень духовности и нужно вести людей к постижению Бога. Это должно иметь самое совершенно конкретное критерие. Я начал с малого. Потому что люди, которые правят, их качество надо улучшать. без этого ничего не будет. Правители, властители Дум должны быть людьми более достойными, чем какой-то футболист или какая-то фотомодель. Я не буду сейчас конкретизировать, но я недавно столкнулся, что есть одно государство, которое объявило матерью нации фотомодель. Вот это что такое? То есть это что такое? Куда мы идем? Это что такое? Что происходит вообще вокруг? Понимаете? Пока это не будет чем-то совершенно недопустимым. Не на уровне запретов или репрессий или там не знаю 70-й статьи Советского уголовного кодекса. Не репрессиями этого можно добиться, а повышением сознания. Надо показать людям всю ту кошмарность ныне происходящего с точки зрения духовного их состояния нынешнего. показав это надо сказать но у нас есть простые советы. Советы должны быть конкретные. Я вам сейчас с вами начал с конкретики. Без этого мы дальше не пойдем. Наверху должны быть те, кто составляет голову нации, а не грязь на ногах. Авраам, когда есть такая притча, к нему пришли язычники, так вот они поклоняются грязи на ногах. Почему грязь на ногах? Самое нижнее, что можно себе представить. Это то, что мы с вами видели сейчас в Америке, когда целуют ботинки этим самым. Этим самым. То есть самый низ, и там еще грязь подлизывать. Вот состояние части человечества. Сказав это, мы должны понимать, что не просто так попустил Господь Бог нас вот к этому всему, а для того, чтобы выйти, как вышли из Египта, осознание. И это осознание по ступенчатому должны предлагать людям, если мы хотим какого-то исправления, и мы должны быть конкретно, совершенно ориентированы на конкретные шаги. Требования изменения качества общества, требования изменения приоритетов и критерий. Не фотомодели, не актрисы, и даже не футболисты, и не боксеры должны быть основой этого общества. А те, кто погружен в духовное знание, они должны верховодить. Вот с этого надо начинать. Спасибо, уважаемый Альдор. Действительно, те, которые мы сегодня обсудили, являются крайне важными многодневными темами. И, безусловно, духовность должна быть во главе всего. Не поиск материальных благ, не банковские счета, не нефти, доллары, не газ, не золото, не материальное, духовное, должно превалировать. Потому что сейчас, к сожалению, кризис современной человеческой цивилизации именно замешан на закваске идолопоклонства, на закваске поклонения золотому тельцу финансовому, прежде всего. и, к сожалению, мир только разваливается из-за всего этого. Нет никакого стремления к свету. Если раньше, как вы говорите, всё было основано на метафизике, потом на некой имперской модели, которая тоже позволила себя к чему-то духовному, то сейчас всё духовное просто уничтожено. Можно встретить людей, я их часто достаточно встречаю, которые называются православными людьми. И они говорят, что первое это, конечно, деньги. Нужно зарабатывать деньги, это экономика, а вот всё остальное, культура, поэзия, духовность ваша, это где-то там уже в стороне. Дайте мне вначале копейку, заплатите мне, и будет всё хорошо. То есть шерсть купюр, звон зла определяет всё. Это вот тупиковый путь. И то, к чему мы сейчас пришли, к этим глобальным процессом антропии, происходящим с нашим обществом. А ведь то, что происходит с человеком, как творцом, как со творцом Бога, по сути, как Богом с маленькой буквы, как наше христианское вручение говорит, потому что Бог создал человека по образу и подобию своему и дал ему власть давать имена животным, давать классификацию явлением природы. Ветхий Адам обладал знаниями, которые превосходили наших значительно, потому что сам Бог ему дал управление весь мир, и человек был земным Богом с маленькой буквы, был творцом Бога, санаместником Бога в этом мире. И сейчас мы добровольно отказываемся от первоисточника, добровольно уходим от Бога и считаем, что мы в этой гипотезе не нуждаемся, как говорил один из философов времен Российской революции Раполеона. Мы Боге не нуждаемся, мы не нуждаемся в этой гипотезе, я говорил. И сейчас, к сожалению, наша человеческая цивилизация глобальная все чаще удара, что глядит небо кулаком и говорит, что мы не нуждаемся, мы сами здесь будем править. И к чему это приводит, мы видим, полному разложению. И вот спасибо всем участникам сегодняшнего нашего ритуального круглого стола за то, что вы подняли тему необходимости возрождения духовности. И это крайне важно. И только в этом и есть надежда для всего человечества, панацея, которая может все исцелить. И если кто-то еще хочет сказать генофинальные реплики, милости просим. Ну, давайте просто приступать к делу. Да. Возьмемся за руки друзья, чтобы не пропасть поодинок. отец Павел вам микрофон. Да, спасибо большое за эту беседу. Очень интересные мысли мы здесь услышали, поделились друг с другом своими размышлениями, своим видением. Безусловно, оно не везде, мы не во всем сходимся, но в целом вот этом главном посыле важности духовности и главное это сострадание, как, наверное, глубинной основы любой религиозной системы, которая нас объединяет. Вот что объединяет все религии? Сострадание. И вот это сострадание, как основа взаимоотношений и между людьми, и между религией, мне кажется, наиболее важный. И в конце я просто хотел бы вам предложить вот лютеранский епископ, архиепископ Стокгольма Кристор Стендель в свое время дал три правила для достижения религиозного взаимопонимания. И мне кажется, что они могут быть полезными в том числе и для достижения понимания в условиях конфликтных ситуаций. Во-первых, он говорил, пытаясь прийти к пониманию другой религии, необходимо обращаться с вопросами к ее последователям, а не к ее врагам. Во-вторых, не следует сравнивать самое лучшее у нас с худшим у них. И, наконец, третье, необходимо оставлять своей душе место для святой зависти, то есть религиозных традициях элементы, которыми мы восхищаемся и желаем, чтобы они могли каким-то образом отразиться в нашем личном религиозном опыте, возможность найти в другой традиции что-то достойное для подражания. Вот, слушая сегодня замечательное толкование на книгу пророка Даниила, вот я вспомнил про этот самый третий пункт. Спасибо огромное, уважаемый Виктор. Спасибо. Спасибо всем за участие. Общественно-политический клуб «Дело мира» будет продолжать свою работу, то дело, которое мы начали с местопамятом о том Севолдом Чаплином, оно продолжается, и Аликдор тоже общался с Севолдом, и господин Метинцев общался с Севолдом, мы все с ним как-то взаимодействовали, и действительно во имя мира необходимо предпринять усилий и необходимо работать каждому на своем месте и всем вместе, в совокупности. Только объединяем усилия мы можем что-то сделать. И действительно, давайте изучать пророчества, давайте смотреть на то, каким этот мир видит религия, каким этот мир видит Бог. Давайте ориентироваться на Бога, а не на самих себя и на свой негченый разум. Спасибо за внимание. Благодарю всех, Господь, наши зрители. Спасибо. Спасибо.